Кубарь Восполнительно было, но и приятно в то же время, потому что мы готовились и Владимир Васильевич, конечно, очень молодец. Он кроме того, что хороший аккомпаниатор, он еще и умеет придумать, как красиво выйти на сцену, как подать номер, для того, чтобы это было и зрительно очень красиво. К участию в первом окружном конкурсе народного вокала «Крутец» артисты готовились тщательно. Вместе с ними на сцене в Назарьево выступают 23 коллектива со всего Одинцовского округа. Долгожданное событие для всех. Для нас очень важно, что сфера культуры Одинцовского городского округа очень целенаправленно, планово, очень глубоко работает над популяризацией и сохранением традиций народного вокального искусства. И такой представительный жюри, который мы видим на конкурсе «Крутец», позволяет нам первое верить в хорошее будущее для нашего фестиваля. Мы ждем гостей из других территорий, из других регионов к нам в следующем году. Идея создания такого конкурса пришла давно, говорят организаторы. Устроить большой праздник русской народной песни, поделиться опытом друг с другом, показать свое наивысшее мастерство. Отсюда и название фестиваля. Само слово «Крутец» имеет несколько значений. Крутец – это либо наивысшая точка обрывистого берега, то есть, чтобы на нее попасть, надо проделать большую колоссальную работу, и внутреннюю в том числе. Либо это селение на нескольких холмах, и вот наивысший холм на этих холмах называется Крутец. На сцене буквально возродилась русская культура. Частушки, казачьи напевы, колыбельные, хоровое разноголосие, гармонь, хороводы. Есть великая мысль великого академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Традиция – это защитная скорлупа менталитета нации. Таким образом, проводя вот подобные мероприятия, мы сохраняем, стараемся, по крайней мере, прикладываем усилия, и они прикладываются здесь, в Одинцовском округе, для сохранения традиции. Не сохраняя традиции, мы становимся совершенно другой нацией и превращаемся в других людей. Оценивать мастерство было непросто, признались члены жюри. По окончании выступлений каждому коллективу свои пожелания, критика и напутствие от народного артиста Владимира Девятого. Этот конкурс – начало новой традиции, говорят организаторы. Русская песня с каждым годом будет объединять все больше коллективов на нашей Одинцовской земле.